Бокер Тов, доброе утро! Сегодня Шушан Пурим. Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется ЦАВ. И в этой главе есть заповедь приносить жертвы грехочистительные и жертвы повинные. Как приносится жертва грехочистительная? Хатат называется. Берут животное, режут его на северной стороне жертвенника и кровью мажут рога жертвенника, возвышение по углам жертвенника. Остальную кровь выливает в основание жертвенника. Жировые части вынимают из туши и сжигают. То есть это обе почки, жир, который на них, жир, который на тазах, тот, который над печенью и отделяет грудно-брюшную природу от печени. В общем, весь этот внутренний жир сжигают на огне. А саму тушу коины обязаны есть. И они ее должны в этот же день есть, потому что это жертва высшей святости. И написано, что для жертвы грехочистительный и для жертвы повинный один закон. Казалось бы, то же самое сделать. Человек не знал, что он согрешил. Он это потом понял, когда изучал Тору, он понял, что заповедь он нарушил. Не знал, что так делать нельзя. Он пришел в храм, пришел коину, объяснил все, что он сделал. Коин говорит, тебе нужно принести повинную жертву. Хотя написано, что для грехочистительной жертвы повинный один закон. Приносится она совершенно иначе. Грехочистительную жертву в основном приносят козла, если это царь, козел, если это кто-то из народа. В общем, а здесь приносится только избрана. Так написано в книге Савра Генух. Жертва режется так же, как и грехочистительная, на северной стороне жертвенника. Но кровью с ней по-другому. Кровью не обмазывают углы возвышения жертвника, а окропляют жертвник со всех сторон. Так же, как это происходит у жертвы всесожжение. И когда отделяют жировые части, то есть, не отделят грудно-брежную преграду, это диафрагма, от печени, а берут ее с частью печени. И эти все жировые части так же сжигаются. Шкура, естественно, остается коину, который ее приносит. В таком случае, жертва грехочистительной. И коины обязаны тоже есть эту жертву в этот же день. Потому что это жертва высокой святости. Этим отличается жертва повинная от жертвы грехочистительной. Когда человек ее принес, то тогда его наказание прощается. Но написано, что когда человек искупает грех заповеди делай, то тогда сразу ему все прощается. Человек, который искупает грех заповеди делай, то наказание откладывается в Йемкипур, а в Йемкипур прощается. Вот так. В этом разница между жертвой за повинную заповедь и за грех. Вот так. Заповедь, которая называется делай или не делай. Вот такая разница у нас. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Яков Бен Нахум, Владир Бен Григорий, Павел Бен Ефим, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, За здоровье Борис Бен Мария, Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Полина Перл Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Лена Бат Клара, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ита, Исхашимон Бен Бейла Мотал, Фира Бат Анна, Гитл Бат Мирьям, За хороший дух Арон Ария Бен Двойра, Денис Бен Нахум, Авигаль Бат Сара. Всем шабад шалом, всем всего самого наилучшего, до следующих встреч. тем не могой не suburbs, как pedals «м Gren», лапа, isk Bridge Extra Interaction, любви Jesús, Продолжение следует...